Остин созванивается с Белоусовым как-то очень скупо, сухо предупредили друг друга, что, мол, не надо эскалировать, не нужно, собственно, скажем так, прибегать к крайним методам. Интересный сам факт разговора, потому что первый для нового министра обороны Российской Федерации, ну и Остин, который как бы вот он за Украину, но сам факт этого разговора навевает очень много разных мыслей. Что думаете вы, насколько далеко готовы заходить Соединенные Штаты в противостоянии с Российской Федерацией за интересы Украины? И как вам кажется, мы сейчас выходим на такое плато, да, или у нас восхождение к пику тяжелой эскалации в Российско-Украинской войне? Я, скорее всего, будучи офицером ПВО, поназнаивая кое-что по поводу авиации, ну, с точки зрения этого у нас была цель, а не материальная часть, но я бы, скорее всего, сказал бы, что, скорее всего, самолет уже разгоняется на взлетные полосы, то есть это не плату, а это как раз момент подъема, потому что, наверное, назвать это гром за многими холмами, ускорение и увеличение масштабов этой войны виден. И я, знаете, я не припоминаю, чтобы американский министр обороны, в том числе и Ллойд Остин, звонил и обсуждал что-то с министром обороны Российской Федерации, неважно, зовут его там Шойгу, либо там, неважно, там сейчас Белоусов и так далее и тому подобное, после 24 февраля 2022 года, и чтобы он обсуждал какие-либо, неважно, какие вопросы. Может, конечно, я что-то пропустил. Пропустили, были созвоны с Шойгу, да, были контакты. Нам говорили, что были созвоны, и нам говорили, что есть такое, но в официальных этих самых я не видел, ну, например, сфоткаться, ну, например, что-то такое, живые встречи не были, а вот такие, да, созвоны были, вы правы. А сейчас примерно то же самое, да, созвон идет с Белоусовым. Я думаю, что главная причина это то, что, а, Соединенные Штаты Америки, хотя и с многими количественными и качественными ограничениями, тоже разрешили пользоваться их оружием на территории бесспорной Российской Федерации. Почему называют бесспорной? Потому что там есть и спорная, естественно. А с точки зрения Конституции России это уже бесспорно, но с точки зрения Конституции Украины и с точки зрения украинского эстаблишмента, и не только украинского, это, мягко говоря, спорно. Поэтому я говорю по поводу бесспорной территории России. Такие удары происходили и раньше. Они происходили и раньше, опять же, и американским же оружием. Я абсолютно уверен, что хотя эти удары происходили с территорией Украины, Операторами всех этих ударов были, ну, не местные, назовём это так деликатненько. Местные, наверное, наблюдали, наверное, охраняли место произведения вот этих ударов, наверное, пытались кое-что там узнать, учить, там понять, но к этим управленческим интимностям никто их не подпускал, ну, и, соответственно, эти удары, можно сказать, наносились с территории, которые для этих же англосаксов обозначиваются как прокси. Прокси, ну, вот это самое. Поэтому сейчас, когда произошёл вот этот, ну, мягко говоря, не очень, нельзя это, правда, с военной точки зрения удар по пляжу Крыму, где не военный объект, где люди отдыхают, где люди загорают, причём это кассетными бомбами, и нельзя сказать, что вот эта ракета «Атак МС» была перенаправлена российскими системами ПВО, потому что ракет было пять, только вот эта пошла туда, остальные четыре, ну, по крайней мере, так заявлено, что их перехватили, и, соответственно, это не то, что казус бели, потому что казус бели, ну, казус бели, там уже большой-пребольшой букет, и большой-пребольшой, ну, все красные, коричневые, другие демаркационные линии, и то, что нельзя было перешагнуть, переходить и наступить, все Рубиконы пройдены, Рубиконы уже высохли, новые Рубиконы всё ещё никто не вырвал, ну, Рубиконы уже закончились, но, тем не менее, «Атак МС», причём прямо так по цивильным, по гражданским объектам, кассетными бомбами, это можно было, я понимаю, Ллойда Остина, здесь новый министр обороны, если со старым по официальным и неофициальным каналам хоть какое-то взаимопонимание и какие-то координационные действия, там, согласовались на каком-то уровне, да куда доходить можно, да куда доходить нельзя, и это не публичные, а именно настоящие разговоры, вот с Белоусовым у него всё ещё непонятно, и небось вот этот человек совершит этот случай достаточно основательным для других таких действий, за которыми придётся отвечать Соединённым Государством Америки. Тем более, я вам честно скажу, я считаю, что Америка здесь не сильно при чём. Она при чём, однозначно, но она при чём тем, что вот эти ракеты управляются исключительно, единственное спутниконавигационными средствами, у них есть и автономные такие, поэтому никакие системы наземные там ПВО, либо другого, либо российское, либо занзибарское, либо неважно какой, не может это сбить, не может это изменить. Но управленческие процессы всеми этими навигационными средствами происходят, скажем так, согласно уже утверждённому формату Five Eyes. Five Eyes – это разведслужба, объединённая всех пять англосаксонских стран, Великобритания, Соединённого Государства Америки, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Но помимо всего этого, у них есть общая такая система координации подобных же, в том числе и военных действий. И мне почему-то кажется, что здесь сильно более причём, я не говорю, что американцы ни при чём ещё раз, не хочу их отбеливать, не хочу переводить стрелки, но сильно более причём, ссылаясь на предысторию, что британцы, ну, настояли, ну, наверное, даже руководили, ну, наверное, даже руку приложили, чтобы это именно туда, там же. Почему? Почему им это надо? Вернее, почему американцам это не надо? Почему американцам это не надо? Вся администрация Байдена чётко и ясно указывала на то, что у них мнение отношения к этому конфликту состоит в том, что нельзя помогать Украине настолько, чтобы она победила Россию. Ну, естественно, даже нельзя помогать Украине настолько, чтобы она удержала Россию, но нужно помогать Украине настолько, чтобы она сопротивлялась России и чтобы продвижение России не было таким большим и значимым, чтобы это было в рамках контроля. Если слишком сильно ирьяно Россия будет прогрессировать, то, естественно, нужно дать больше Украине, чтобы она их попридержала и даже вернула кое-какие-то рубежи, потому что идея там совершенно другая. То есть здесь о чём речь идёт? Речь идёт о том, что кому нужно, мы в прежних передачах, может быть, даже у вас обсуждали, кому нужно, чтобы вывести руководство России, скажем так, из эмоционального равновесия и искушить их применить тяо на территории Украины, либо довести их до какого-то эмоционального, скажем так, градуса такого, чтобы появление удара тяо на территории Украины сразу можно было списать на Россию, даже если Россия это не сделала. На мой взгляд, у американцев, мягко говоря, мнение однозначное, им это очень сильно не надо, потому что, несмотря все детали введения не только этой войны и не только этого театра военных действий, Четвёртой мировой войны, у Соединённого государства Америки совершенно другие планы насчёт России, которые не включают ядерное противостояние, которые не включают разгромы и уничтожения, приручения, да, опущения, да, подчинения, да, использования, да, ограбления, ну, святое дело, да, а вот уничтожение, чтобы потом с этим там разбираться, либо разграбление, у американцев это не входит. Зато у британцев мнение и отношения достаточно другое, радикальное, более такое капитальное, можно сказать, и они вообще не стеснялись наносить с территории Украины любые масштабные, максимально возможные для них военно-технические удары, которые перешагали, либо плевали на все красные рубиконы, которые там дипломаты пытались там обозначить, чертать и прочее. Они наносили, вернее, не наносили, они прямо, скажем так, уничтожили львину участие, если не полностью боеспособность всего российского Черноморского флота, пользуясь типа как будто базой Вачаковы, ну, этими дронами, которые они территориально с территории Украины выходили, они, ну, мягко говоря, украинцы тоже в лучшем случае могли бы и там сфоткаться, я имею в виду украинские вооруженные силы, а цивили даже и это, конечно, не могут сделать. Соответственно, почему британцы имеют интерес в том, чтобы поднять вот этот градус эмоционального накала и скушения России, чтобы, ну, потом проимитировать кое-что? Потому что со стороны Китая, главная военно-техническая, можно сказать, тыловая опора России, особенно с точки зрения введения военных действий, есть определенные жесткие условия, которые Китай действительно, на мой взгляд, будет, ну, это серьезно, это не просто так, ради красного словца, а именно, наше сотрудничество продолжается только до того момента, пока вы не применяете ядерное оружие, что Тяо, что Сяо, что неважно какое-то, ну, очень маленькое, небольшое, почти конвенцина, без ядерного оружия. Если ядерное оружие Россия будет применять против Украины, против кого угодно, где угодно, все, у нас это заканчивается, мы с этими последствиями связываться не хотим, не будем и не можем, и все. То есть искушать Россию, довести ее до такого, чтобы потом, ну, зная, скажем так, предысторию британского способа ведения таких специальных, настоящих специальных военных операций, и не только военных, но вообще специальных операций, и им бы просто, то что в радости, для них будет противоестественно, если они будут вызывать, либо делать так, чтобы Россия сама наносила этот ядерный удар. Они это сделают, они скажут, что потом это Россия, у них есть достаточно на то могущественные глобальные СМИ, которые все единогласно укажут пальцем, кто это сделал, и никто разбираться не будет, и никто заниматься не будет, и никто не будет проверять, а насколько это правда. Небось это не так. Никто не будет искать вот эти радиоактивные отломки, чтобы прочитать, кто производитель, какой серийный номер, какой там батч номер, и никто этим разбираться не будет долгие годы. А после этих долгих лет, год и так далее, война уже, ну, мягко говоря, зайдет в совершенно другую фазу. Знаете, Пламен, вас можно упрекнуть в том, что, ну, смотрите, да, это все теория, там, какая-то схема, это вот как бы все мы теоретизируем, но Россия же заявила о каких-то грязных бомбах, элементах, которые как бы завозятся в Украину, якобы, да, это ведь тоже сделано не просто так, а исключительно в, ну, вот в этой, в этом спектакле, да, сценарий которого сейчас описываете вы. Я прекрасно понимаю, что руководство России, скорее всего, не обладает никакой, кроме как отрицательной популярности среди нашей, скажем так, публики, и публики там на Украине, но считать их дураками, считать их идиотами, считать их людьми, которые не понимают все остроты вот этих вызовов и вот этих действий, которые сейчас наступают и о которых речь идет, нельзя. Тем более, у России есть технические средства действительно посмотреть, причем в больших подробностях, если такое, я имею в виду спутника навигационной системы, который очень неплохо, может быть, иногда лучше, иногда чуть хуже, но все-таки достаточно подробно видят все то, что происходит там. Если не увидели какие-то подобные действия, которые предполагают, либо дают основание для подозрения завоза, передвижения, либо что-нибудь, выглядящее как возможная грязная бомба, то я думаю, что у них это, скорее всего, есть основание такое говорить. Правда, я всегда, но меня это лично раздражало, и как-то достоинства, на мой взгляд, политического достоинства политическому руководству России не прибавляло, то, что когда у них есть такие, а, обвинения, б, предположительно, а не только предположительно, я кое-что видел, поэтому сейчас обсуждать не буду, но факты такого, они никогда потом не пользовались, по крайней мере, до сих пор указать фактом, вот это вы, британцы, сделали, что у нас, что на Украине, что в других местах, вы это сделали, потом нас обвиняете, вот фактура, вот документация, вот проверяйте, вот давайте международную комиссию, либо к нам приезжайте, какой-то самолет вальнули, где-то как-то что-то бабахнули, даже обсуждать не буду. У них есть подобные фактуры на американцев, они всегда об этом говорят, что они такое опасаются, а потом выражают глубочайшую озабоченность, это мощнейшее дипломатическое оружие России. То есть это как-то политической субъектностью не пахнет, и что-то там не то. Если ты не смеешь потом это указать и показать, хотя бы не говори, потому что потом оказываешься, ну, не в очень таком, мягко говоря, сильном положении. Но, тем не менее, я действительно считаю, что такая угроза применения ТИАО либо грязной бомбы существует. Скорее всего, это произойдет, наверное, до 5-го, либо около 5-го ноября, плюс-минус пару-тройку недель. Почему? Понятно почему. И, скорее всего, это произойдет и после 29 августа. Почему после 28-го, 9-го августа? Потому что президент Российской Федерации говорил, что уж извините, но у нас в рубеже с кем-то переговаривать из должностных лиц киевского руководства, ну, выветриваются, обесцвечиваются, улетучиваются после 29 августа. Если не будет, ну, там чисто конституционная процедура, чисто юридическая процедура, и после этого, если не будет кому продолжить военное положение, соответственно, полномочия ради, рада, чтобы там какой-то спикер, который мог... Ну, чисто процедурно потом с точки зрения, с юридической точки зрения руководства Российской Федерации разговаривать не с кем. Коли так, и коли они это озвучили публично, это с точки зрения британцев шикарный период времени, когда, а, все скажут, ага, а мы-то ожидаем сейчас, чтобы Россия что-то сделала, потому что, типа, юридическое руководство нет. Бе, Вучич уже об этом говорил, что ожидает сильную эскаляцию, а Вучич это кто? Ну, понятно, кто. Не только президент Сербии, но это человек, который, ну, общается на короткой ноге с Путиным или с представителями Путина, то есть он, скорее всего, говорит то, что он хорошо проинформирован. Он даже обозначил какие-то сроки, от трех до четырех месяцев даже, возможно, даже раньше, что как раз именно в этом периоде там вписывается. И до 5 ноября, потому что, мягко говоря, вот этим международным казусом, применением грязной бомбы, сильно подпортить шансы и качество, и легитимность проведения выборов в СССР, с которыми они тоже в каких-то союзнических, но и конкурентных отношениях по поводу многих регионов. Тут есть два уточнения сразу, ну, чтобы мы просто не проскочили и не пошли дальше. Пламен, уточнение первое. Вот о переговорах, в которые нужно вступить до 29 августа. В чем уточнение? В том, что Лавров ведь не просто так говорит, что мы открыты, готовы, давайте вступать в переговоры, войну не будем прекращать во время переговоров. То есть будем и воевать, и говорить. Получается, ну, это все абсолютно ложится, какую бы там она, ну, кто бы как ни, какую оценку не давал бы о парадигме действующей украинской власти. Ну, то есть абсолютно ничего не меняется. Да, идет война, да, вот это все продолжается, но маленький, пускай там не старший, но маленький козырь все-таки есть. Получается, если вступить в переговоры и воевать, как об этом говорит Лавров, ну, тогда вопросы легитимности отпадают и после 29-го, и там, и после выборов в Соединенных Штатах Америки. Можно годами говорить и воевать. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что России действительно нужно перемирие, которое можно называть миром. Почему? Потому что у них есть технические, организационные, ресурсные возможности накопить где-то до 27-го, 28-го года настолько, чтобы в этот раз не ограничиться попыткой захватить вот эти области, либо достичь даже до реку Днепр, я имею в виду, по всей протяженности, левобережная Украина, я имею в виду. Украине такое перемирие, с одной стороны, не нужно, но с точки зрения интересов, дайте нам восстановить все. А с точки зрения реалий, которые становятся более чем очевидными, не только очевидными, но болезненно очевидными, смертельно болезненно очевидными, население-то заканчивается, население впадает уже в спираль 60-х годов 20-го, 19-го века, когда была Уругвайская война, когда против Уругвая воевали Аргентина, Бразилия и Парагвай, простите, не Уругвайская, Парагвайской войны, когда три страны воевали, что привело к уничтожению мужского населения от 70 до 90%, причем старше 12 лет. Последние сражения воевали детки 12-15-летние, их рубили и расстреливали, ровно так же, как и взрослые солдаты. То есть это привело к такому сильному смещению, демографию страны, в которой они и сейчас не оправились, можно сказать, 150 или сколько лет там получается спустя. Что-то подобное, сильно подобное, сильно страшно подобное, причем на нашем 21 веку происходит сейчас и в Украине, потому что я припоминаю, что Украинская Советская Советская Республика 1989 год был 52 миллиона. Я припоминаю, что без военных действий 2014 год обозначили размер страны где-то 42-44 миллиона, ну 44 пусть будет. Я припоминаю, что к 24 февралю 2020 какого года говорили, что, наверное, меньше 30. И тоже я припоминаю вот такую цифру, которую Евросоюзные статистические агентства публиковали, у них это в публичном доступе, миграционные службы говорили, а наши границы уже пересекли не меньше 15 миллионов гражданин Украины. То есть из 30, если убавить 15, это что, 20 что ли остается, или может 25? У меня с математикой там на высшем уровне есть какие-то проблемы, но на этом уровне более-менее принципы Архимедов все еще работают там. Я не знал другие правила, уж извините. И если с 52 миллионов скатиться до такого остатка, который даже озвучивать не будем, а то страшно становится, а откуда простой вопрос взять то население, которое будет воевать? Детки что ли? Девочки что ли? Ну девочки уже идут, о детках уже говорят. Я вчера, позавчера и читал, и встречал, что грибут уже даже работники, которые работают на заводе, которые производят пехотных мин. Если ты на военно-промышленный комплекс покушаешься, и работники уже не могут выйти на работу для того, чтобы произвести то, чем весь ухо хотят воевать, то действительно это уже катастрофа. Другого слова не найдешь. Я не буду там тяжелыми словами бросаться, но это кадровая катастрофа, это управленческая катастрофа, это концептуальная катастрофа, это потеря всех берегов, и так войны не выигрывают, так население не сохранить. Так вообще ничего невозможно полезного, отдельного сделать. Даже приуменьшить или притормозить разрушение и уничтожение страны и населения так не делается. Коли так, то действительно возникают вопросы с этим руководством Украины, который в 2017 году на крыльях сериала «Слуга народа» вот так, с воодушевлением, потому что человек-то сказал, я остановлю войну, я миротворец, я человек-миротворец, я за мира, господи, и его выбрали. А сейчас? А как? А дальше возможно? Я вижу фотографии вот этих штурмовиков, которые набирают в разных районах, естественно, они, наверное, имеют и пропагандный характер, но там «Шевроны» украинские, там бойцы моего, либо старше моего возраста, штурмовики, штурмовики, 55 плюс, 60 плюс, 65 плюс, штурмовики. Коли так, я действительно не хочу, не хочу подставлять ваш канал, Александр, хотя вся наша аудитория прекрасно может понять, что я сейчас замалчиваю, что мы сейчас специально не обсуждаем. Это в воздухе витает. Знаете, была такая песня Боба Дилана времен там хиппи, но и ответ мой друг, и ответ мой друг с ветром несется. То есть мы ответа не говорим, потому что ветер все равно принесет этот ответ. Смотрите, главное, чтобы этот ветер не принес ядерное облако, это главное. И вот второе уточнение, которое я хотел бы сделать, так, смотрите, грязная ли бомба, маленькая-маленькая тактическая ли бомба по территории фронта, Украины, России, вот что-то, ну, какое-то вот такое событие, да, о том, что вот все знают, что в этом районе чего-то рвануло, кто-то это сделал, и там есть какая-то зона какого-то, пускай даже минимального, но заражения. Вы обмолвились, что это каким-то образом повлияет на выборы в США? Пламен. Каким? Хороший вопрос. Потому что здесь я тоже чесал репу и думал, и даже с людьми это обсуждал, в том числе и с, не побоюсь этого слова, моими соотечественниками, которые работают в администрации президента не Российской Федерации, а Белого дома, и в Вашингтонский округ Колумбия, причем работают там, ну, скажем так, десятилетиями, не года два, не там, не чаечки, не сутки, не какими-то там уборными делами и садовниками работают, неважно. Они говорят, что там, честно говоря, вся администрация, она в большой тревоге, потому что, во-первых, они не понимают, как можно выиграть эти выборы в тех условиях, которые сейчас имеются, кроме как, и, естественно, Джозеф Байден сейчас прибавляет огромными бройлерными пачками американское гражданство всеми этими сотнями тысячами мигрантов, которые пересекли вот эту границу с Мексикой, которые, предположительно, должны стать, естественно, единственные только исключительно голосоподавателями демонократической партии США, иначе откуда эти сотни тысячи взять, ну, ну, проблема сложная. Кроме того, естественно, вот эти компьютерные умельцы, которые композируют политические компьютерные сонаты не на черно-белые клавиши пианины, а на обычные клавиши, обычные там компьютерные клавиатуры, которые в состоянии поднять из мертвых отцов-основателей американского государства сидящего быка, чтобы они проголосовали, мало того, промежуточные выборы, я не знаю, наша с вами аудитория знает ли, но одного такого из гроба его выбрали, и он должен быть при должности, должен встать из своего гроба и заступить там в виде какой-то мумии, выполнять свои должностные обязательства. Потрясающее произведение классика Николая Васильевича Гоголя, мертвые души. Мертвые души, мертвые души встали из мертвых и уже они живее живые, что называется, господа к нам ревизор будет вообще-то скоро, и честно говоря, кроме как вот такими, мягко говоря, нестандартными, не знаю, насколько законные, в Америке все законное, все честное, а вот нестандартными средствами они, во-первых, не видят, во-вторых, они сильно опасаются, если Трамп придет, они его видят не как миротворца, они видят его как дополнительного разжигателя войны, который не прочь нанести удары по Москву, если Москва с этим не будет согласна, с тем вариантом или сроком перемирия, или мира, который он им обозначил, обоим Владимиром, Александровичу и Владимировичу, он намерен там 24 часа поставить их и говорить, у вас часы тикают, и я, звоните, когда будут готовы, ну, меньше, чем сутки, я вам даю, если кто-то, предположительно, Кремль не согласится, лупить, бомбить, они серьезно об этом говорят, потому что Трамп, чувак такой странный, у него рыжая челка, у него яркое, такое сценическое поведение, много чем, ну, знаете, в отличие от других американских президентов, у него знак равенства, либо подобие, либо серьезные попытки между словами и делами, сделать то, что он говорил, коэффициент полезного действия больше, чем у других, больше, чем у нынешнего, больше, чем у предыдущего, больше, чем у многих других, коли так, и он об этом говорит, а небось, а вдруг, и что, и у нас перевел хватает, железный купол из Израиля перекочует там на территории Соединенного Государства Америки, чтобы вот так их защитить от всего этого, я тоже не уверен, что в этом есть какой-то смысл, поэтому это может повлиять на выборы США, потому что это будет применение ЧАО, если будет применение ЧАО, то тогда об этих выборах как таковых можно и, наверное, забыть, потому что это форс-мажорное обстоятельство, которое, если не отменяют дату выборов и факты выборов, могут как минимум отсрочить на неопределенное время, и даже если Байден будет уже не в живых, после этого неопределенного же времени, война дело такое, ну туман войны, ну как иначе, ядерная в том числе, ядерная война, это уже, это уже другое, то Камала Харрис, наверное, кое-как будет изображать какую-то представительность американской власти, у них, у них же есть вице-президент, в России вице-президента нет, в Украине, по-моему, тоже вице-президента нет, а у них-то есть, запасной вариант, вот, имеется. Я, конечно, специально иронизирую, но, знаете, мне очень сильно не весело и пытаюсь вот этой иронии немножко взбодрить нашу группу, честно вам признаюсь. Продолжение следует...